Исчерпывающее вступление губернатора области о планомерном развитии Брещины, а далее и первые ответы на вопросы, и уже сразу в зале технического университета поселилась атмосфера спокойствия. И это несмотря на изначальные волнения со стороны ребят. Что неудивительно, беседовать им предстояло с главой региона. Анатолий Лис сразу расположил аудиторию. Тон диалогу был задан. В числе первых тем, поднятой в ходе встречи, была актуальная сегодня декрет номер три президента Республики Беларусь. Дальновидные студенты поинтересовались о том, стоит ли им опасаться быть невостребованными. Нетрудоустроенными после окончания вуза. Спросили о количестве рабочих мест, об организациях, нанимателях. Губернатор предупредил волнение будущих специалистов, обнадежив. Вопрос занятости под контролем. Ответ был подкреплен убедительной статистикой. Имея сегодня безработных, у нас есть 4 тысячи свободных рабочих мест, на которые люди не хотят идти, устраиваться на работу. И я вам называю. Нам нужны сегодня врачи, нам нужны сегодня медсестры, нам нужны сегодня швеи. Сельскохозяйственные предприятия, которые я говорю, они востребованы. В том числе и строители. Если вы относитесь к категории строителей, я говорю, нам строители нужны. 4 тысячи строителей всего-то нужно на данном станции. Пожалуйста. Но нужна квалификация. И нужно там выработка очень серьезная. Тогда будет уже плана. Студенты технического университета осведомлены о ведущих отраслях, успешно развивающихся в регионе. Вопрос из зала был таков. На что помимо сельского хозяйства ставит акцент у губернатор? Рассматривая эту тему, Анатолий Лис не применил привести цифры и обозначить, что по многим направлениям Бречна занимает лидирующие позиции в республике. Например, животноводство. Не обошлись стороной показатели экспорта и импорта продукции. В перспективе по-прежнему повышение экономического потенциала области. Какие направления мы будем развивать? Прежде всего, мы сегодня слабо используем добычу и переработку местных природных ресурсов и на ее свое развитие различных производств. У нас есть крупнейшее предприятие гранит. Вы знаете о нем. Это добыча и переработка гранита. Мы начали реализацию инвестиционного проекта по разработке карьеров на базе месторождения Ситнинская, которое предполагает строительство форнообогательственного комбината. Не обошли стороной и вопрос реализации безвизового режима. Анатолий Лис констатировал за два года действия его на территории национального парка Беловежская пуща. Шансом побывать на Брещене воспользовались почти 7,5 тысяч иностранных туристов из 28 стран. И эти цифры заставляют смотреть в будущее. Брестским облсполкомам было выдвинуто предложение о распространении безвизового режима на погранпереходы Домачева и Пищатка. Предложение о создании нормативного акта в рассмотрении. Перспективы, по мнению губернатора, отличные. Мы, естественно, обратились к тысячелетию города, который мы будем отмечать, чтобы и нам предоставили такое право пребывания граждан на территории не только Беловежской пущи, но и прилегающих территорий, это Калинецкого, Кружанского, Калинковского района и города Бреста. Он сегодня прорабатывается, мы согласовываем с Министерством спорта и туризма, потому что у нас это Министерство занимается этими вопросами. Практически, я думаю, что с Аласием мы такое получим. Диалог в целом получился насыщенным. Охват тем был широким. Все по существу, все со знанием дела. Студентами было задано порядка 30 вопросов, и на каждый получен ответ. О пользе встречи говорить не приходится, так же, как и о впечатлениях молодежи. Я думаю, что это правильно, что такие встречи у нас проводятся, такие встречи должно проводиться больше, чтобы студенты и власть общались вместе. Это показывает, насколько власть наша близка к студенчеству и к народу.